Добрый день, меня зовут Геннадий Сериков, и я адвокат в Леонардо Сидиел. Подробности о нашей компании вы можете узнать в ссылке внизу. И сегодня я бы хотел обсудить с вами то, что нас ждет в следующем году, в 2020 году, какие изменения, с моей точки зрения, будут иметь огромное влияние на траковый бизнес. Первое, что я хотел бы сказать, конечно, это то, что все траковые компании, carriers по-английски, они переходят на ELD, Electronic Login Device, который должен быть установлен, будем сказать, во всех машинах, во всех грузовиках, которые перевозят коммерческие грузы по территории Соединенных Штатов. Таких жестких правил не было, наверное, в последний раз с 1980 года, может быть, даже до этого. И мандат, как он называет, они его, он входит в силу через два дня, 17 декабря 2019 года, и будет, так называемое, жесткое enforcement этого контракта. То есть, будут проверять всех водителей грузовиков, чтобы они соответствовали этому ELD. Что такое ELD? Это Electronic Login Device, который на самом деле пишет все движения грузовиков, грузы, вес, доставку и все. Самое большое изменение до этого, что было с оборот, это то, что, например, сейчас ELD будет регистрировать движение грузовика уже на скорости больше 5 миль в час. То есть, до этого было 15. То есть, любые передвижения по территории большого warehouse, они будут фиксироваться больше 5 миль, как движение, и вы не можете сказать, что вы, допустим, не работали. Это автоматически будет писаться. Все это входит в самого двигателя. Второе, очень важно для водителя, это Personal Conveyance, то есть удобство. И, что бы вам ни говорили, Personal Conveyance сделана только для того, чтобы вы могли с грузом доехать до ближайшего тракстапа или места, где вы можете спать и там остановиться. Поэтому не пытайтесь использовать Personal Conveyance как возможность двигаться в направлении загрузки или разгрузки. Полицейские уже готовы к этому, у них есть свои идеи, как это делать. И третье, у полицейских будет возможность получить прямой контакт с вашим Electronic Login Device и проверить его назад за 2 недели. То есть, все ваши изменения, которые вы будете вносить, в какой-то момент они могут вылезти вам боком. Поэтому, пожалуйста, те, кто думает, что они могут это все обмануть, я думаю, что вам нужно пока оставить эти идеи. И особенно серьезно поговорить с владельцами небольших компаний, которые уже пытаются изменять Electronic Login Device через интернет людьми из компании. То есть, пока водитель спит, они могут переписать ваш лагбук. Но, господа и дамы, отвечать будете вы за это, а не компания. Потому что второе серьезное новшество, которое будет в следующем году, это CSA. CSA это база данных, которая будет регистрировать все нарушения, а даже малейшие, для водителя грузовика и для траковой компании. Например, ваше движение на повышенной скорости, если у вас появились points, они все будут оказываться в этой database. Для водителей они там будут находиться три года, для компаний два года. Но из моего опыта работы с государственными организациями они будут находиться там вечно. А для чего? Для того, чтобы страховая компания могла повысить вашу страховку и сказать, этот водитель нам не нужен и страховать мы его не будем, потому что он делает слишком много нарушений. И это будет очень серьезно отражаться на водителях, когда вы будете переходить из одной компании в другую. Ведь никому не секрет, что вы приходите в профессию, в которой вы хотите зарабатывать деньги. А зарабатывать деньги нужно или в той компании, которая вам платит все больше и больше, или в какой-то момент перейти в другую компанию, которая будет вам платить больше, и условия работы будут другие. И любые нарушения, которые будут занесены в CSA, они помешают вам перейти на другую работу. CSA, это вся информация по drug and alcohol abuse, то есть управление машиной в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения. С 6 января этого года вводится все национальные системы, в которую каждый carrier, какой бы он ни был, большой или маленький, должен занести эту информацию, и каждый owner operator каждый год должен вносить туда информацию о своих драг-тестах. Если у вас есть эти проблемы, то решите их сейчас, потому что их будет почти невозможно решить в следующем году. Другими словами, компании не будут вас брать, если вы будете находиться в этой базе данных. Но опять же, пока государство отсрочило вход каждого отдельного штата в эту программу, но так как это федеральные перевозки, они все равно заставят штаты все это сделать. Третье, о чем вы должны, допустим, задуматься, это то, что с 1 января 2020 года входит в силу закон, который требует, чтобы все корабли, которые ходят, океанские лайнеры и сухогрузы, и нефти, все, что ходит по морю, чтобы количество сульфата в дизельном топливе было уменьшено. И водители грузовика уже знакомы с этим, это пресловутый DEF, который отвечает за это. В связи с этим предполагаем, что цена на топливо может увеличиться на 25% в следующем году, потому что этого химиката недостаточно произведено для всех, и это отразится на водителях грузов. Может отразиться, поэтому не обращайте внимания на то, что... Или обращайте внимание, что цена на дизельное топливо в следующем году может подняться на 25%. И самое главное, что страховые компании будут использовать CSA для того, чтобы поднимать страховое покрытие для тех, у кого много нарушений. Поэтому вам нужно обратить на это особое внимание. Будут, конечно, и положительные моменты в следующем году, которые бы мы хотели отразить в нашем вебинаре, который будет 19 декабря в 4 часа по нью-йоркскому времени. И там я постараюсь вам сказать свои прогнозы на траковый бизнес, что будет хорошо, что будет не очень, и что нас ждет в следующем году. Но мне кажется, что это будут очень положительные изменения. Особенно для водителей, не обязательно для траковых компаний. Но к этому мы вернемся в четверг в 4 часа по нью-йоркскому времени. Спасибо вам огромное. И посмотрите, пожалуйста, скидку под этим видео, которое даст вам больше информации. Успехов вам и ждем вас на бесплатном времени в четверг. Спасибо. 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 Спасибо.